Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с каббалистом Михаилом Лайкман. Вот есть такой очень известный писатель американский Джонатан Сафран Файер. Он написал массу бессеров в последнее время. Вот что он пишет в последнем из них. «Нам проще позвонить по телефону, чем встретиться лично. Или надиктовать сообщение, нет нужды выслушивать ответ. Каждый шаг на этом пути умаляет нас и ведет прочь от наших эмоций и человечности». И вот очень красивую фразу он пишет. «Меня беспокоит, что по мере того, как мы все больше ощущаем мир на кончиках пальцев, он становится все дальше от нашего сердца». Так он говорит о современном процессе и вообще описывает страшную картину. Вот как вы считаете, все эти технологии, все это, все, что интеллект, разум искусственный и так далее, об этом тоже много сообщений. К чему это приведет и к чему это ведет человечество? К осознанию того, что мы должны от всего этого отказаться. И привести себя к работе сердца в сердце. То есть человек сможет отказаться от… Отказаться абсолютно. Именно от всего того, что не связано с ощущением сердца. Все остальное просто достигнет своего какого-то пика и потом пропадет. Нам не нужны будут эти длинные связи через какие-то линии, веб-сети. Ничего не надо будет. Высочайшие технологии, новые города. Ничего. Ни космоса, ни новых городов, никакой связи, ничего. Ни телевидение с огромными экранами и тысячами каналами. Ничего не надо будет. Я не хочу себе забивать голову всем этим. Мы видим, что молодежь тоже отворачивается уже потихонечку от этого. Пройдет еще несколько лет. Выбросим все телефоны. С кем не говорить и о чем? То есть весь этот долгий путь, прогресс, и сейчас все дальше и дальше, больше и больше. Футурологи говорят совсем обратно. Они говорят, что там будет происходить все межпланетное. Ерунда это все. Межпланетное. Да, да, конечно. Не будет этого ничего. Вот, вот. Вы говорите, что это ведет к тому, что все это отменится, и человек захочет сердечной привязанности снова. Как сегодня. Машина – это средство передвижения. Это же не самоцель. Будет у тебя звездолет, будет у тебя 10 планет. Что? Там живет теща. Ага. Ну, это уже хорошо. Да? Там еще чего-то. Там еще кто-то. Можешь удалиться от всех. Получи себе маленькую планетку, живи спокойно сам. Да? Ну, наверное. Я знаю. Вообще, вы правильно сказали. Вот машина – средство сообщения. То есть это неважно, на каком Мерседесе я еду, я хочу доехать до этой точки. Да. Если бы я мог не ехать, а просто скакнуть в супер и вернуться домой, еще куда-нибудь. Мне не надо. То есть мы понимаем, что все эти вещи, они ничего же не дают. А что человеку? Человеку надо наполнить себя. А наполнения он в этом не найдет. Мы поэтому и гоняемся все время за наполнением. А в итоге видим, что средства для наполнения, они есть какие-то, но они себя не оправдывают. Я становлюсь все более и более пустым. – То есть весь этот побег, вот это действительно побег за наполнение. – Конечно, это что-то. Это надо просто посмотреть, как они рисуют эти футурологические картинки. С огромной скоростью мы перемещаемся. Куда? Из одного пустого конца к другому пустому концу. Это же вообще смешно. – Ну, человечество поймет. – Но зато он пишет всякие эти самые бестселлеры. – Ну, он-то как раз пишет, что мы удаляемся от сердца. У него как раз есть такой страх. Но этот страх возникнет у человечества. Чем дальше будем прогрессить и продвигаться? – Нет, не возникнет страха, потому что ни другого выхода. Человечество, если оно не раскроет для себя причину и цель творения, то оно просто загнется в наркотиках, в успокоительных, в снотворных, вот в таких вот. – Почему же такой длинный путь? Почему нам нужны все технологии? – Потому что нам надо осознать зло своей природы. – Вот по-такому. – Не осознав его до конца, мы не сможем его исправить. – И это путь осознания зла. – Да. – Очень длинный. – Длинный. – Вот такой построить нам нужно все космические корабли, всю Землю избороздить, все. – Да, конечно. – Все просто, весь прогресс. И именно для того, чтобы осознать зло человека. – Да. – Вообще-то, конечно, чтобы понять это. Субтитры создавал DimaTorzok